Добрый вечер! Первый раз в первый класс. В городе над Гугом открылось новое учреждение образования средняя школа номер один. Хрупких дел мастера. В Бресте появляются новые методы сбора стекла. Брест сквозь призму межвоенного 20-летия. В галерее БелАрт открылась выставка исторических фотографий «Брест над Гугом. Мир и война» 1920-1939 годы. Обо всем этом и не только прямо сейчас. Начнем, на наш взгляд, с самого важного и интересного. День знаний отметила на этой неделе вся страна. Тысячи мальчиков и девочек, собрав с утра пораньше портфели и сумки, отправились на свои первые в этом учебном году школьные уроки. Юные берестейцы не исключение. Такой день особенный и волнительный для каждого школьника и его родителей. Однако особые чувства, без сомнения, испытывали маленькие жители микрорайона Юго-Запад-4 города Надбугом. Им предстояло стать участниками открытия не только учебного сезона, но и нового учреждения образования средней школы номер один. Анастасия Стропко продолжит тему. Сегодня жители Бреста получили настоящий подарок. Свои двери распахнула одна из самых больших школ в республике. Переоценить значимость такого события невозможно, тем более, что учреждение образования по последнему слову не только построено. Учебная и техническая база также полностью укомплектованы в соответствии с современными требованиями. Эта школа, проект этой школы, он отличается от всех предыдущих проектов. Такой школы в Брестской области нет как по наполняемости, в общем количестве новостроек, так и, конечно, по архитектурному ее состоянию. Школа в шаговой доступности. Об этом жители микрорайона Юго-Запад-4 еще недавно могли только мечтать. Сегодня больше 1200 юных берестейцев переступили порог нового комфортабельного и современного учебного заведения. На строительство ушло около двух лет и больше 165 миллиардов белорусских рублей. И силы, и средства немалые, но результат того стоит. Уникальное по архитектурному решению здание – настоящее украшение города над Бугом. К тому же имеет большие функциональные возможности. Особое внимание в новом комплексе уделено созданию безбарьерной среды и оздоровлению учащихся. Эта школа действительно предусматривает, и здесь сделано абсолютно все. Вы видите лифт, есть пандусы, есть специальные санузлы, которые уже сделаны специально для детей с ограничениями определенного опорно-двигательного аппарата. И на сегодняшний день к нам в первые классы пришло пять таких учеников. Ну, я думаю, для меня это новый опыт, я не работала еще, и специалисты. Мы будем брать, скажем так, опыт, перенимать своих коллег и постараемся сделать все, чтобы они здесь имели возможность, прежде всего, общения со своими сверстниками. Это одна сторона. Вторая сторона, мы, может быть, поможем им развить те таланты, которые не смогли бы у них развить, если бы было обучение на дому. В новой школе сегодня состоялся и традиционный первый школьный урок с участием губернатора. Константин Сумр еще раз поздравил первоклассников и их родителей с таким важным моментом в жизни – началом школьного пути. И пожелал, чтобы новая школа стала настоящим вторым домом, местом, где будет комфортно работать, учиться и приобретать настоящих друзей. Ведь самая крепкая дружба, как известно, родом из детства. Наши дети должны учиться в таких прекрасных школах, для того, чтобы они получили и знания, конечно, в первую очередь, но и самое главное, чтобы они могли здесь развивать в себе и другие качества. Кто-то на спортивной стезе, кто-то, например, в художественных направлениях и так далее, и так далее. Поэтому, действительно, школа прекрасная. Я рад, что мы закончили эту школу как раз именно к новому учебному году и пожелать этой школе счастья, и чтобы она была действительно первой, как ее назвали первой школой у нас в Бресте, чтобы она была такая всегда. Просторные классы, удобная мебель, прекрасно оборудованные спортивные залы и комнаты групп продленного дня, уютная столовая и прекрасный стадион. Перечислять достоинства учреждения образования можно долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Солидарны с таким мнением и главной критики – дети и их родители. Те, для кого весь этот образовательный комплекс был спроектирован и воплощен в жизнь. Это много впечатлений, хочется поскорее учиться, получать знания и хорошие оценки. Все очень понравилось. Конечно, это близко очень к дому, это большой плюс. Школа очень большая для всего микрорайона. Она очень удобная, для каждого класса свой гардероб, это тоже очень большой плюс. Для нас это, несомненно, очень важно. Мы очень рады, мы счастливы, что у нас появилась такая хорошая школа, что она находится рядом, можно сказать, за забором. То, что наши дети будут здесь учиться, получать знания, будут заниматься спортом. Каждый родитель сегодня нас просто переполняет чувством. Мы говорим большое спасибо за такой подарок, который сделали для нас. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Его изобрели финикийцы, а древние египтяне назвали ноу-хау «плавленным камнем». Из-за его высокой стоимости жители южных стран вместо окон ставили колоннады для того, чтобы в дом проникало хоть немного света. Шло время. Дорогой природный материал приобрел налет повседневности, и уже сегодня воспринимается нами как обычный предмет обихода. Речь идет о стекле, которое в наши дни выполняет функцию примитивной емкости или элементарного окна. Часто мы бьем и выбрасываем стеклянные бутылки, совершенно не задумываясь о том, какую ценность представляет простое стекло в сфере переработки вторичных бытовых ресурсов, которое, к слову, постоянно совершенствуется. Какое внимание со стороны специалистов уделяется хрупкой теме, как в нашей стране, так и в городе над Бугом, и готовы ли брещане к новым решениям проблемы сбора стекла, расскажет Виктория Дрогобецкая. Новые контейнеры для разных видов мусора медленно, но верно вытесняют старые мусорные баки, которые теряют свою актуальность. Современные тенденции в сфере сбора и обработки вторсырья диктуют свои правила. Особое внимание специалисты уделили такому хрупкому виду мусора, как стекло. В декабре прошлого года на базе Брестского мусороперерабатывающего завода появился специальный комплекс «Партнер», состоящий из контейнеров для стекла и автотранспорта. Баранку «Чудо-машины» Александр Селюк крутит уже полгода. Именно ему, сотруднику 17-летним стажем, доверили работать на новой технике. Мне выпала такая честь на ней работать. И получал я ее буквально за три дня до Нового года. Как раз перед Новым годом, новогодний праздник, подарок. Это чудо-тандем позволяет собрать и доставить деликатный материал не только в относительной сохранности. Главная заслуга новаторства состоит в том, что стекло на обработку приезжает в чистом виде, а не с остатками, к примеру, еды или другой ветоши. Согласно государственной программе сбора вторичных материальных ресурсов, сбор стеклобоя является очень важным стратегическим направлением. По доведенным планам Брестского городского воспитательного комитета мы должны выполнить план 5250 тонн. С помощью данного автомобиля и данных спецконтейнеров мы можем более эффективно собирать это стекло в очищенном виде и сразу направлять его на перерабатывающие предприятия в Республике Беларусь. Внешне новые контейнеры остались такими же. Однако теперь они не сменные, как раньше, а стационарные, с другой системой раскрытия, что дает возможность разгружать емкости прямо в автотранспорт. Наша съемочная группа решила выяснить, как брещане отнеслись к новым мусорным бакам и проявляют ли они должную сознательность в таком насущном вопросе, как сбор мусора. В основном я сортирую отдельно ветошь и стекло с пластмассой в отдельные мусорные пакеты. Ее, конечно же, отдельно ввожу в контейнеры. Это удобно, как ты считаешь? Конечно. Вы считаете, это нужно, эти раздельные контейнеры для сбора мусора? Стекла, пластика? Думаю, да. В принципе, необходимо разделять мусор. Потом оно выводится, вдруг перерабатываются некоторые бутылки. Перерабатываются. То есть это нужно, полезно, считаю. Я, допустим, живу в моем доме, такого даже нету, даже вообще, даже близко. Чтобы носить, это нужно вот сюда, на карбышево идти. Это так некрасиво далеко ходить. А если вам поставят, допустим, контейнер, будете туда бросать мусор? Будем. А вы выбрасываете вообще мусор в отдельный? Да. Что ж, большинство опрошенных действительно одобряют ноу-хау. Кстати, во многом это заслуга работников ЖКХ, а именно дворников, которые неустанно следят за тем, чтобы бумага, пластик или упомянутое неоднократно стекло попало в одноименную урну. Кроме того, наверняка некоторые из нас наблюдали за тем, как сотрудник ЖЭСа объясняет случайно или намеренно обронившему тот или иной мусор, что такой ЖЭС вовсе не красит его владельца. Надо сказать, такое информирование дало свои плоды. Информационно-разительная работа касается именно по разделению сбора вторично-материальных ресурсов. Так, на сегодняшний день мы смогли достичь план годового создания 2013 года, который за 6 месяцев составил 2500 тонн. Говоря простым языком, годовой план мы выполнили за 6 месяцев в 2014 году. И эта машина, она очень эффективно с этими спецконтейнерами нам помогает реализовать все наши планы, которые перед нами ставит государство. Такими темпами и выполнение годового задания в более чем 5000 тонн не за горами. Всего таких контейнеров по городу установлено 311. В планах увеличить их количество до конца этого года почти в два раза. Эта новость особенно актуальна для тех, кто страдает от неудобного расположения пресловутых контейнеров. А значит, есть надежда, что в самое ближайшее время абсолютное большинство горожан сумеют по достоинству оценить новые методы сбора токово-хрупкого материала, как стекло. Виктория Драгобецкая, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Торжества и благотворительные мероприятия, приуроченные к началу учебного года. Областное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Авария в водосистеме Бреста, а также торжественное открытие спортивного сезона игр гандбольного клуба имени Анатолия Мешкова. Все эти темы нашли отражение в ежедневных выпусках новостей. Сегодня мы предлагаем совершить короткий экскурс по важным событиям минувшей недели. В рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» глава администрации Московского района Александр Рогачук, а также представители общественных объединений и организаций района посетили дом семейного типа, в котором проживает многодетная семья Петровских. Теплые слова на путстве и поздравления, цветы и, конечно, подарки. Гости поздравили маленьких жильцов и их родителей с началом нового учебного года, а заодно и с новосельем. Портфели, тетради, школьная форма и прочие канцелярские принадлежности как нельзя, кстати, пришлись к новому учебному сезону. После гостеприимного приема в своем интервью Александр Рогачук еще раз подчеркнул, что семья – это самое главное в жизни взрослого и ребенка. Мы планируем вот эти встречи по поводам сделать регулярными. Я очень хотел бы, чтобы в этом доме, в соседнем доме, было больше хороших, замечательных поводов. Что это будет? Окончание класса очередного, поступление в учебное заведение, просто какие-то семейные праздники, мы всегда будем здесь, потому что это наша, прежде всего, человеческая, нравственная задача всех, независимости чиновники, бизнесмены, депутаты, это наша общая задача. Торжественная линейка по поводу начала учебного года в институте третьего возраста прошла на этой неделе в Бресте. Десятки людей, несмотря на свои почтенные годы, вновь стали студентами. Иностранные языки и фотодела, оздоровительная гимнастика и велотуризм. Более того, курсы самопомощи и самопознания, а также скандинавская ходьба. Предложенные волонтерами дисциплины поражают своим разнообразием. Безусловно, такая насыщенная учебная программа поможет учащимся института третьего возраста постичь разные науки, закрепить уже имеющиеся знания, провести время с пользой и одновременно с удовольствием. Оказавшись на пенсии после активной трудовой деятельности, жизнь не заканчивается, только начинается. Свободная жизнь, жизнь полна приключений. Еще одним важным событием ознаменовалась минувшая неделя. Областное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло на днях в городе Надбугом. В ходе собрания обсуждался комплекс новых мер, направленных на профилактику наркомании и пьянства среди школьников, усиление контроля и организацию общественно полезной занятости молодежи. Также на круглом столе были озвучены данные о сегодняшнем положении дел в сфере подростковой преступности. Те меры, которые мы в течение года принимали, те меры, которые мы в прошлом году намечали на этот год, пока не дают того результата, которого бы мы хотели. Продолжается рост преступности, хотя темпы его снизились в последние месяцы, но тем не менее 22% роста совершенных подростками преступлений – это первое. И второе нас беспокоит то, что по отдельным видам идет значительный рост, в таких, как незаконный оборот наркотиков, в таких, как хулиганство и грабежи. Чрезвычайное происшествие лишило воды жителей микрорайона Граевка на целых 4 дня. Напомним, вечером 1 сентября люди столкнулись с проблемой неприятного запаха в водопроводной воде. Причиной стала авария на обрезком участке Барановической дистанции водоснабжения республиканского унитарного предприятия «Дорводоканал». Уже утром следующего дня сотрудники МЧС организовали около домов пострадавших подвоз чистой питьевой воды. В свою очередь специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели микробиологические исследования водопроводной воды. В пятницу утром ситуация на водозаборе нормализовалась. Табу на употребление воды было снято. Поступили первые звонки от граждан о органическом запахе из водопроводной сети. По данному факту центром гигиены были отобраны пробы данной воды. По результатам анализов в данной воде были незначительные превышения определенных показателей. Это по запаху и по окисляемости. Эстафету Дня открытых дверей на этой неделе принял гандбольный клуб имени Анатолия Мешкова, который прошел в спортивном центре «Виктория». В преддверии новых чемпионатов организаторы встречи пригласили друзей болельщиков команды из разных уголков Белоруссии и зарубежья. В этом году открытие спортивного сезона игр гандбольного клуба можно назвать одними из самых насыщенных и впечатляющих за последнее десятилетие. Особенно яркими эпизодами вечера стали выступления российских групп «Би-2» и «Чаев», приехавших поддержать спортивные традиции Брещены. К другим темам. Разноцветные ленты, яркие нитки, ажурные рюши и фактурные ткани привлекли героиню нашего следующего сюжета несколько лет назад. За сравнительно небольшой промежуток времени она стала заслуженным мастером своего дела и сегодня по праву может делиться большим практическим опытом с рукодельницами Белоруссии. Татьяна Ханифи все время находится в творческом поиске. Осваивает новые формы и стили, но все же своим делом сегодня считает изготовление кукол. Познакомилась с настоящей творческой личностью. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Должно было пройти определенное время, чтобы психолог по образованию почувствовала, что главная цель ее жизни – творчество. Татьяна Ханифи сегодня просто не представляет своей жизни без любимой швейной машинки и большого склада всевозможных тканей, страз и ажурных аксессуаров. Флагманом творчества мастерицы стали куклы, которым, уверена Татьяна, с любовью относятся как дети, так и взрослые. Это, наверное, такое творчество, которое доставляет удовольствие в большей степени, чем какой-либо другой вид рукоделия куклы. Потому что там много деталей, можно создавать разные образы. Я бывает, что не могу уснуть ночами до такой степени мысли, идеи кружатся в голове. И от этого, от возбуждения. Бывает, что ложусь спать, потом встаю и иду дальше шить, пока не закончу. Каждый образ, созданный мастером, ни в чем не похож на предыдущий. Куклы чаще всего делаются на заказ. И прежде чем взяться за работу, Татьяна Ханифи досконально изучает прообраз своего творения, привычки, манеру поведения, стиль одежды и особенности характера. Именно так, уверена рукодельница, можно создать уникальный вариант, который обязательно понравится будущему хозяину. Я человек очень увлеченный, поэтому если я начинаю шить, то есть три дня, это действительно три дня. С маленьким-маленьким перерывом носу и даже не всегда еду. Поэтому это на самом деле как минимум восьмичасовой рабочий день. Три дня, плюс еще у меня чаще всего бывают заготовки тельца, поэтому два-три дня мне нужно на то, чтобы создать образ. Творчество, считает рукодельница, это большой мир, где каждый, вне зависимости от способностей, может найти себе что-нибудь по душе. Татьяна Ханифи уверена, что главное – захотеть. Если стремиться осуществить свои желания, они обязательно сбудутся. Главное – собраться с мыслями и взяться за работу. Ведь нельзя отказаться от мечты, не попробовав осуществить ее. Если есть желание, то никогда не нужно бояться. И опять же, что я говорю, не надо жалеть денег на материалы хорошие. Когда есть хорошие материалы, есть желания и какие-то минимальные способности, всегда получится хороший результат. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дор Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Фотографии не умеют врать. Они хранят моменты, запечатленные в самое разное время и в самых разных местах. Раритетные снимки имеют особое значение. Они всегда ценны, потому что отражают фрагменты истории. Коллекционеры подобных кадров проделывают большую работу в процессе их сбора. Изучают архивные документы, перечитывают исторические книги, обращаются к людям, у которых сохранились фотографии прошлых лет. Менчанин Андрей Долговский – один из таких любителей. За пять лет кропотливого труда он сумел найти снимки, сделанные еще в 1920-1939 годах в разных уголках города над Бугом. На днях в рамках совместного проекта с газетой «Брестский курьер» молодой коллекционер представил вниманию Брестской публике свою экспозицию. Побывала на выставке и наш корреспондент София Бережная. История нашего города заинтересовала молодого архитектора Андрея Долговского еще 10 лет назад, после чего он начал активный поиск редких снимков. Собрав внушительную коллекцию с более чем 250 фото, автор решил создать экспозицию и дал ей название «Брест над Бугом. Мир и война». Выставку фотографий уже успели посетить минчане, а недавно такая возможность появилась и у жителей Бреста. В галерее «Бел-Арт» Андрей Долговский представил порядка 60 снимков, на которых изображены здания, сооружения и улицы города над Бугом 20-30-х годов. Некоторые из них сохранились до сегодняшнего дня и потерпели лишь некоторые изменения. Некоторые были реконструированы, многих просто нет. Гости, посетившие экспозицию, смогли ощутить разницу. «Брест межвоенный» существенно отличается от «Бреста современного». Появляются совершенно другие факты, совершенно другая информация. И уже видно, что, скажем так, с официальной вот этой литературной историей многое не совпадает. И тогда уже появляется желание, опять же, допустим, получить какие-то документы, какие-то фотографии в оригинале, посмотреть на самом деле, как оно выглядело. Потому что я же говорю, что фотография — это первоисточник. То есть, если в воспоминаниях, в тексте, где-то даже в архивных документах можно что-то изменить, то уже, скажем так, в фотодокументах уже изменить ничего нельзя. Выставка «Коллекционеру» условно разделена на три временных периода. Первая охватывает установление в городе над Бугом польской администрации. Вторая отражает жизнь столицы Полесского воеводства. Третья затрагивает боевые действия начала Второй мировой войны. Все фотографии, собранные Андреем Долговским, свидетельство важных событий в жизни Бреста. Главная цель, которую ставил автор, поделиться с брещанами фрагментами его истории. В Бресте можно гулять неделями и показывать разные, абсолютно разные, то есть делать абсолютно разную программу. Поэтому, ну, в какой-то степени вот даже подобного плана культурные события, они на это и ориентированы. То есть, задача, чтобы и местные жители немножко ближе, скажем так, почувствовали вот эту культуру, историю и люди, которые будут сюда приезжать, туристы и так далее. Ну и, возможно, мы совместными усилиями сохраним то, что в Бресте еще можно сохранить. На Брещене, в отличие от столицы, сохранилось много исторически значимых мест и отдельных архитектурных объектов. Именно поэтому предметом интереса Андрея Долговского стал город над Бугом. Особое внимание автор выставки уделяет изучению истории Брестской крепости. Многочисленные исследования, сбор информации об участниках обороны 41-го помогли ему узнать новые факты. Крепость – это энергетический центр, даже не говоря об историческом значении, это именно энергетический центр. Причем для разных абсолютно функций, то есть начиная от просто тихого отдыха горожан, скажем так, и заканчивая, естественно, военной историей, огромным пластом вот этих всех исторических событий, причем разных периодов. Поэтому задача Бреста – это именно сохранить уникальность. То же самое касается северного военного городка, где остался еще пока комплекс казарм царского периода, периода Российской империи. Частично, конечно, перестроенных, частично переоборудованных под что-то, но это пока еще комплекс. Большое количество гостей, собравшихся на выставке Андрея Долговского Брест над Бугом «Мир и война» – доказательство того, насколько трепетно относятся жители нашего города к его истории, насколько им интересно, как менялся облик города в течение нескольких десятков лет. Автор надеется, что подобная экспозиция не последняя. В будущем он обещает представить новый результат своего труда. В целом, такие выставки нужны, они, конечно, значимы для города, и хотелось бы, чтобы они были чаще. Человек увлекается не просто собиранием количеством фотографий, увлекается историей города, и поэтому, как мы вот все тоже любители такие, на любительском уровне, мы стараемся докопаться, в каком месте человек этот стоял, а где был этот дом, а где был этот. Здесь больше внимания уделено Брестской крепости. Ну, как я понимаю, наверное, это связано с тем, что все-таки это коллекционер мужчины. В целом, это надо, интересно, познавательно. Я считаю, что любой человек, который услышит эту выставку, он должен ее посетить. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ». Вот и подошла к концу первая осенняя неделя. Несмотря на теплую погоду, в воздухе чувствуется присутствие ее величества осени. Пришла пора доставать уютное пальто, кутаться в теплый шарф, коротать уже прохладные вечера, за чашкой ароматного чая и наслаждаясь шорохом падающих листьев, снова влюбляться в осень. Это была завершающая информация программы. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь с вами проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале Бук ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Седьмого-восьмого сентября погода на Бречне в основном обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной масти. Ожидается преимущественно без осадков. Ночью-утром местами сгустится туман. Ветер юго-восточный, умеренный. В воскресенье, седьмого сентября, температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля. Дневные максимумы не превысит 20-22 градуса со знаком «плюс». В понедельник, восьмого сентября, температурный режим существенно не изменится. Ночью столбик термометра поднимется до отметки в 11-13 градусов тепла. Температурный фон дня составит 21-23 градуса выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова